Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Дмитрий Солодин, вы находитесь на канале, который посвящен инвестициям и трейдингу. Я записываю этот ролик в понедельник, соответственно, сегодня не будет классического стрима, Солодин Лайф, но я решил ответить на ваши вопросы. В принципе, есть время, есть желание пообщаться, рынки подвижные, у вас много вопросов, поэтому погнали. Первый вопрос, когда ралли? Ребят, никто не знает, когда ралли. Я лично абсолютно точно уверен, что я точно не знаю. Когда будет ралли, потому что, ну, действительно, сколько мы его ждали, мы ждали несколько месяцев, я до сих пор держу такую сбалансированную позицию. У меня сейчас чуть побольше, чем обычно. У меня сейчас примерно 60% в акциях и 40% в кэше. Причем я в последний период значительно переформатировал свой портфель. Те блудники, скажем так, те подвижные акции, но не имеющие прибыли, я по возможности фиксировал, если они достигали своих точек. А взамен я покупал более такие сбалансированные, более такие надежные компании с хорошими value параметрами. И вот сейчас, в принципе, портфель не идеален, но, на мой взгляд, я спокойно переживу какую-то сильную просадку. Тем более, у меня есть 40% кэш. И тут сразу вопрос был, Дмитрий, сколько кэш в процентах планируете потратить на распродажи? Вот в этом плане у меня есть четкий план. Если сейчас у нас будет коррекция, допустим, в пределах 10-15% по индексу S&P 500, я загружаю, наверное, весь кэш, который у меня сейчас есть. Причем загружать буду исключительно в хорошие классные имитенты с правильной value оценкой, скажем так, чтобы я имел возможность не сильно просесть в случае такого совсем сильно негативного сценария. И если цена еще и ниже пойдет, то есть будет распродажа как раз то, что мы видели в 2020 году, может быть, в 2018 году, то есть на 20-30% по индексу, то тогда я буду задействоваться уже плечо. То есть я буду заходить уже с определенным плечом. Я никому этого не рекомендую делать, потому что это все-таки опасная вещь, каждый сам для себя решает, но я уверен в тех бумагах, которые я набираю, поэтому у меня такой план. То есть до второго плеча я готов дойти, а дальше уже буду просто ждать. Возможно, что-то буду отрабатывать опцион. Вот у меня есть свободный кэш, я некоторые бумаги уже сейчас продаю путы, понимая, что я готов по цене страйка, которую я продаю путы, покупать эти акции. Но если вдруг они не зайдут, ну ничего страшного, по крайней мере, я использую эти деньги и получаю свободный денежный поток, скажем так, то есть кэш. И мне нравится такая идея, поэтому бумага, которая просели прямо сейчас, имеет смысл, если они вам подходят по value, подходят по темпераменту и хотели вы их покупать, просто возьмите более нижний страйк и продайте опцион PUT. Вот тогда в случае, если просядет ниже, ну купите в эту бумагу по цене PUT, а если нет, то получите деньги. Мне кажется, это здорово. Следующий вопрос от Евгения Тимошина. Amazon откуда подбирать? Ну, Amazon мы немножко разбирали. Вот вы на графике видите, что в принципе сейчас мы находимся в таком затяжном боковике. Если попробовать подумать, до какой степени может она здесь падать, ну можем упасть, например, в эту зону. То есть от этих уровней, наверное, будет оптимально. Но дойдет ли до этих уровней? Не факт. В принципе, в любой из этой зоны можно собирать позицию, потому что я надеюсь, что даже если она в итоге сходит ниже, она все равно потом пойдет выше этого диапазона. И оттуда подбирать, наверное, на текущих уровнях или чуть пониже, ну как вам в душе угодно. Я буду подбирать чуть ниже. У меня средняя покупка Амазона 3.130. И если пойдет на 3 тысячи или на 2.900, я буду добирать позицию. Если не пойдет, то, наверное, буду пока находиться вот в этом положении. Следующий вопрос от Кота Зловреда. Дмитрий, вы никогда Microsoft не разбирали? Обозрите его. Вот фундаментально его смысла нет смотреть. Компания практически идеальна. Она диверсифицирована, у нее хорошие потоки. Ну, да, согласен, оценка высоковата. Особенно по выручке, там Price to Sales, по-моему, выше 10 точно. Но тут что важно? Важно то, что игроки, которые держат сейчас Microsoft, они не собираются от него избавляться, потому что компания генерирует свободный денежный поток, она продолжает расти. И главный у нее огромный байбэк. Она по байбэкам уже приближается к байбэкам Apple. И все знают историю Apple. Знают, что на этом байбэке она выросла в несколько раз, даже не демонстрируя суперрост в плане бизнеса. У Microsoft будет, скорее всего, то же самое. Не будет суперроста в бизнесе, скорее всего. Он продолжит расти, но не будет такого взрывного роста. Но при этом вот этот байбэк почти уже под 70 миллиардов в год просто поднимет котировки. Да, она может снижаться, но мы же понимаем, когда постоянно байер такой стоит в стакане, он постоянно будет подтягивать котировки. Поэтому агрессивных распродаж здесь я пока не вижу. С технической точки зрения мы каждый раз, падая чуть ниже, потом цена перехаивает. То есть здесь стратегия Buy the Deep будет работать. Где этот Deep будет очередной? Ну, наверное, имеет смысл посмотреть, может быть, моментом. Если мы подойдем где-то в этой зоне, то если она сделает такое движение, то, соответственно, можно будет подкупать. А если вы сейчас держите позицию, у меня есть позиция Microsoft. Я тоже вижу, что она дороговата. Я тоже вижу, что она высоковата с точки зрения технического анализа. Но я не собираюсь из нее добавляться. Ну, просто потому что зачем? Ну, она лежит. Я понимаю, что она может скорректироваться. Совершенно четко себе дает отчет. Не бывает, видите, здесь тоже волны же идут. Не бывает такого, чтобы бумаги не дышали, не двигались в одно направление. Ну и что ж теперь? Ну, в конце концов, пересижу, может быть, даже что-то добавлю. Я ребалансирую. Ребалансировкой я периодически занимаюсь. Последняя ребалансировка, кстати, была недавно у Microsoft. Я это делаю при помощи индикатора MACD. Вот на этом уровне я делаю ребалансировку. Что такое ребалансировка? Я просто привел ее в нормальное состояние. То, что отросло, то есть то, что приросло свыше той нормы, которую я заложил под Microsoft, я просто забираю. Сейчас она уже корректируется. Я могу, в принципе, где-то на дипе подбирать. И, соответственно, получаю новую ребалансировку. То есть добавляю. И таким образом чуть-чуть торгую эту бумагу. Но безопасно для себя, потому что вдруг, если я пропущу какой-то резкий удар вверх, у меня будет полноценная позиция по Microsoft здесь все зашибись. Следующий вопрос от Дениса. Дима, Tesla шортить нельзя лонгить? Поставьте, пожалуйста, запятую. Шортить, наверное, не самая лучшая идея. Все пробовали, ни у кого не получилось. Что касается в лонг, тоже дороговато, опасно. Вот сейчас она корректируется. В любой момент она может опять развернуться. Посмотрите, в целом мы сейчас находимся, как ни странно, на уровне поддержки. Давайте я проведу его. Это предыдущий хай. Мы на него упали. И кто знает, мы возьмем сейчас от него, оттолкнемся и пойдем сюда, например. А можем пойти ниже уже в нормальную коррекцию. Куда-то в район 500 долларов. Ну, не знаю. У меня есть позиция шорт. Я ее не закрывал. Я ее открывал в районе, по-моему, 750. Профигачило мне до 1200. Но так как это опционы, они невозможно не выбить из этой позиции. Вот это плюс. У меня есть ограниченный убыток. Ну и все. Я как бы уже похоронил эту позицию. Выплывет, выплывет. Сейчас она уже потихоньку выплывает. 900 уже близко к моим цифру. То есть сейчас 150, она в нули выйдет. И моя позиция до марта 2022 года. То есть если до марта 2022 года она пойдет ниже, я могу даже на этом что-то заработать. Ну, посмотрим. Может быть я выйду просто в нулях, если я посчитаю, что была неверная позиция занята. Ну, здесь куча вариантов развития ситуации. Это может быть полноценная, оконченная пятая волна. А может только ее сегмент. Вот, к сожалению, здесь тоже мне непонятна эта картинка. Вот это, на мой взгляд, была первая волна. Это вторая. Здесь третья. Вот это треугольник четвертая. И вот пятая, она была здесь или это будет вот такая, например, пятая и тут сюда пойдет. Большой-большой вопрос. Поэтому давайте так. Я один раз поставил маленькую-маленькую позицию. Выживет-выживет. Ну, не выживет. Ну, что ж теперь. Не судьба. Мне заработать на шарте Tesla. Я его никому не рекомендую шартить. В основном все шартят в лоб. В лоб это вообще опасно. Там уже бумага хайповая. В лонг вставать. Ну, если вы совсем верите в Илона Маска, в него даже перестало верить даже Кати Вуд. Вот посмотрите, Кати Вуд, она льет эту Теслу как не в себя. Хотя во всех программах пиарят, на Бломберге пиарят, но продолжает ее продавать. Она покупает сейчас другие компании, но вот Теслу она продает. Многие скажут, ну, она ребалансирует, ребалансирует, потому что у нее была слишком большая позиция. Нет, ребят. Она до этого держала по 12-13 процентов, а когда она начала лить, у нее позиция была меньше 10 процентов. Так что сейчас у нее некоторые позиции есть больше. То есть в процентах я имею в виду от всего объема. То есть не думаю, что и в этом причина. Может быть причина в том, что на Тесле она заработала, она просто фиксирует прибыль, понимая, что цена высокая. И подкупает то, что сильно упало. То, что где-то она разбавляет, например, какие-то позиции, которые у нее были, а не в убытке. То есть такая вот классическая трейдинговая позиция. Не знаю. Ну, в общем, в Теслу не верит даже Катерина Вуд. Что уже как бы так себе. Вот хороший вопрос был от Макса Дмитрия. Можно в дополнение к жареному портфелю рассмотреть портфель по принципу купил и забыл от трех лет и более? Ребята, а вон, вам нужен такой портфель. Вот мне реально немножко иногда бомбит. Мы покупали, как мы покупали. Я покупал, просто транслировал. И кто-то там, мы обсуждали это. Мы покупали, допустим, категорию D компании. Это компании, которые покупали на 5, 7, 8 лет. То есть перспектива очень далека. Потому что даже ни выручки, ни прибыли нет. Но через неделю, когда цена скорректировалась на 10, 15, 30 процентов. Через неделю начинают вопли. А, Дмитрий, что делать с ней? Крах? Что? Ребята, ну вы не в ту игру играете чуть-чуть. Если вы купили бумагу на 10 лет, так и забудьте на нее хотя бы на 3 года. Хотя бы на 3 года. Вообще забудьте про ее существование. Что там происходит, непонятно. Это риск. Риск решается. Это вопрос решает диверсификацией. И все. Вы диверсифицировали, поставили этот риск. Дальше дайте ей немножко пожить. Дайте ей вырасти. Это тоже касается будет вот этого портфеля. Ну сейчас я сделаю портфель. Купил, держи от 3 лет и более. Но через неделю начнутся вопли, что Дмитрий, все упало, все пропало. Как же быть? Как же так? Акела промахнулся. Ну, во-первых, никто не попадает идеально в какие-то позиции. Есть прям конкретные ошибки, где потом приходится списывать убытки. У меня такие тоже позиции есть. Есть просто неточный вход, где после просадки она потом только выходит в плюс. Но это нормально. По-моему, нет идеальных инвесторов и трейдеров. Это логично. Мы здесь здравомыслящие люди. Здесь волшебников-то нет. Мы же не в Эквестрии. Или там у нас Гарри Поттеров здесь не бегает с палочками. То есть обычные люди. Поэтому да, мы можем выбрать компании перспективные. Мы можем проанализировать финансовые отчеты. Мы можем даже технический анализ сделать. Какой-то момент он проанализирует. Но дальше уже вопрос случая, вопрос как рынок там пойдет. Но у вас почему-то мнение, что непременно, как только вы воткнули куда-то в какую-то позицию, непременно в этот же день она должна иметь минимальную цену и дальше только расти, 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 расти. Такого не бывает. И поэтому такой портфель будет абсолютно бессмысленным. Даже более того, вызовет большое количество хейта. Скажут, Диман рекомендовал такой надежный портфель на долгосрок, а в итоге он там просел через неделю. Так и есть, так и бывает. Долгосрочно это значит. Давайте результат посмотрим через 3-5 лет. Еще один комментарий. Испания, к черту это все. Пускай падает. Уверен, вы в путах. Нет, в этот раз у меня нету коротких позиций. Я нахожусь в лонгах. И даже не знаю, что у меня с портфелем. Я, честно говоря, когда еду в отпуск, я немножко отпускаю ситуацию и понимаю, что мой портфель диверсифицирован. А дальше пускай вопрос, ну, рынок сам решает. У меня, я, конечно, могу посмотреть, как он выглядит, но у меня нету доступа к нему. То есть я специально не выхожу в свой портфель, то есть через какие-то устройства. Не беру с собой там ноутбук торговый. Ну, просто зачем? Надо отдыхать. Иначе я буду постоянно сидеть, смотреть новости и так далее. Лучше отдохнуть. Вот с вами поболтать можно, что-то там поснимать, какие-то видосы, видео. То есть это для меня хобби расслабления, общение, это тоже является частью отдыха. А торговля, это у торговли. То есть она должна быть строго в правильном месте и с правильными инструментами. Будете на Тенерифе, можно попить Грога или Сангри. На Тенерифе далековато лететь, 5 часов, по-моему, и как бы вот, не знаю, у меня есть друг кайтер, который постоянно туда летает, на Фуэрт-Авентуру, и я как-то вот поближе здесь стараюсь. То есть максимум это Болярские острова, они, в принципе, близко здесь. Можно, кстати, на машине доезжать до порта Барселоны, на паром заезжать, и через несколько часов ты, например, на Ибице или на Майорке. То есть здесь это близко. Если на самолете лететь, где-то полчаса примерно, а туда все-таки далековато, и со всей семьей это как-то вот, ну, тяжело, тяжело. Я сейчас отдыхаю в городе Сиджес, интересный город, ближайший пригород Барселоны, 20 минут от Барселоны, и здесь очень крутая инфраструктура, очень дорогие дома. Видимо, здесь вот такая рублевка местная, очень много геев, столицы геев, поэтому, ну, любопытное, любопытное место. Это хороший, старинный такой, старинный такой центр с хорошими магазинами, отличные здесь бутики всякие. То есть, ну, прикольно, прикольная еда, прикольная одежда, особенно людям, которые хотят пошопиться, здесь будет прикольно. Ну, в общем, отдыхаем, дышим морюшком, через какое-то время приедем домой и встретимся с вами. Надеюсь, данный выпуск был полезен. Ставим лайк, подписываемся на канал и увидимся в следующем видео. Всем пока!